всем привет привет мои дорогие любимые добро пожаловать на мой канал diamond dream сегодня хочу сделать для вас расклад на тему традиционную что он думал обо мне сегодня что он хочет мне сказать использовать буду великолепнейшую колоду влияние ангелов вам нужно сосредоточиться на вашем мужчине задумайте его назовите его имя назовите дату рождения если хотите представьте его визуализируйте и будем надеяться что карты таро нам сегодня покажут именно вашу ситуацию именно вашего мужчину напоминаю вам дорогие мои что по вопросам обучения обращайтесь пожалуйста на мой ватсап или телеграмм номер вот здесь и пишите мне одно слово обучение я обязательно с вами свяжусь и расскажу вам подробности и благодарю вас как всегда за ваши донаты низкий вам поклон благодарю вас мои дорогие за эти приятные подарочки за лайки и за ваши прекрасные теплые комментарии всех нежно люблю итак что он думал обо мне сегодня что он хочет мне сказать колода влияние ангелов отношения у вас неустойчивы несмотря на то что здесь вероятнее всего идет речь о кармических отношениях по колесу фортуны все-таки здесь конечно неустойчивые качелеобразные отношения 100 густо то пусто то тепло то холодно это характеристика отношений такая довольно если не сложно это по крайней мере неустойчиво давайте-ка посмотрим теперь что за мужчина как он сейчас себя проявляет какой мужчина сложный характер противоречивый может быть спорщиком если не спорщик то по крайней мере человек который всегда имеет по по все по любому поводу свою точку зрения и сбить его с толку или заставить его как-то изменить эту точку зрения очень сложно только что разве если вы скажете знаете как он вам говорит одно а вы ему возможно противопоставляете свое мнение так вот не делайте этого если вы хотите ему сказать иди туда да сходи туда лучше скажите не сходи туда тогда человек скажет а я пойду то есть вот такое как противодействие всегда у него партнерша своей человеку с которым он живет под одной крышей или вообще общается то здесь вот такой человек упрямый можно так сказать противоречивый еще какой человек он находится в очень сейчас тяжелых сложных энергиях я не знаю что с ним происходит именно с вашим партнером но здесь человек может и чувствовать себя разбитым опустошенным эмоционально выпотрошенным даже на физическом уровне и тому уровне это сейчас может отыгрываться то есть как то вот плохо и на душе и по моральным так сказать эмоциональным вещам здесь тоже такой удар какой-то у него и как разочарование как будто вот реально выпотрошены еще по деньгам могут быть проблемы в общем у этого человека сейчас реальные проблемы вполне возможно так а с чем связано больше давайте спросим его вот это состояние в основном эмоциональная сфера любовная сфера у него что-то происходит в сфере любовной в первую очередь могут страдать и другие сферы жизни но в первую очередь здесь разговор именно любовных взаимоотношениях причем о чем-то что или перестала его удовлетворять разочаровывает теперь или же может быть расставание здесь произошло уход его любимая женщина к примеру ли он сам принял решение уйти и теперь об этом сожалеет здесь у человека еще и сожаление о чем-то идет очень сильное давайте смотреть что думает о вас думает ли вообще этот человек сейчас о вас конечно думает а если вас потерял знаете что он понимает что потерял самое драгоценное бесценное просто сокровище что лучше вас никого нет мало того что у него вообще мысли вот такие о вас что вы лучшая тут еще и речь идет поскольку я увидела такие сложные арканы если вдруг у вас что-то случилось с ним знаете что он очень сожалеет о том что он потеряла только сейчас что имеем не храним потеряем плачем правильно вот его ситуация абсолютно что еще думает о вас переживает почему-то какая-то душевная боль у него прям страдание сердечное что-то связанное с вами вызывает у него боль может быть вообще одна мысль о вас почему что там происходит то давайте спросим что случилось а что-то произошло кстати вот я недавно делала расклад и там тоже такая информация была как будто его за что-то небеса наказали какой-то урок ему преподнесли вот это его душевная боль его какие-то страдания это как как вот по делу как будто это кармический такой откат конкретный тут не то чтобы даже наказали не хочу гореть наказали преподнесли ему урок так что это его душевная боль это его важный урок от высших сил что еще думает она вас что он вас с вами хотел бы мало того что вы вызываете у него состояние кого-то умиротворения в душе он хотел бы вам сказать что с вами он чувствует гармонию жизни возможно настоящую наполненность такой поют покой уют ему хорошо с вами вы даже если какие-то сложные энергии между вами есть даже если у вас там ругань конфликты все что угодно по сути вы учите его очень правильным вещам вы его учитель кстати здесь явный вы его учите быть лучше быть быть спокойнее гармоничнее то есть вы его учите находить гармонию с самим собой нашел или нет большой вопрос очень вряд ли но вы его этому учите и он понимает что вы как бы на него вот так влияете позитивно хорошо что еще думает она вас что вы его дом что вы его семья даже если вы не семья его значит вы тот человек с которым он хочет семью создать что вы именно та женщина с которой все может быть стабильно все может быть крепко все может быть вот просто на века навсегда еще он может думать если вы живете в разных домах у вас разные семьи допустим или просто вы живете в разных домах ему очень интересно, а что в вашем доме происходит? Что там за стенами вашего дома происходит? Может, вы вообще без него веселитесь, вам хорошо, пока он здесь мучается, страдает, что-то ему, что-то, как муки совести какие-то у него здесь больше идёт даже. Вот. Такие мысли. Ещё что думает о вас? Что вы активная, что вы яркая, что вы страстная, что вы сексуальная, что с вами никогда не соскучишься. Вот такие мысли у него ещё есть в его буйной головушке. И что вы тот человек, с которым он развивается. На месте точно не стоит. Он развивается и идёт вперёд. Ещё что думает. Кстати, если вы, допустим, находитесь в поездке или вам предстоит поездка, или ему предстоит поездка к вам, он может об этом тоже думать. Что ещё думает о вас? Что он вас любит. И что вы сердцелюбящая, душа у вас открытая, искренняя, что вы очень эмоциональный человек, что вы умеете любить, что вы умеете такие прекрасные энергии дарить ему и вообще окружающему миру. Вот такие мысли о вас. Красивые мысли по тузу кубков. Ну, конечно, он думает о своих чувствах к вам, и они здесь есть. Он думает, я люблю её. И надеюсь, она любит меня. Ещё что. Королева Пентаклий. Что вы, женщина, очень такая, даже если эмоциональная по тузу кубков, всё-таки вы очень разумная. На вас можно положиться, с вами можно поговорить на какие-то серьёзные темы. Вы основательный человек. Вы основательная женщина. Вы та женщина, с которой можно строить быт. Можно, конечно, и улететь на небеса от счастья, эмоций и любви, и разделить эти эмоции. И в то же время вы земная. Вы такая вот настоящая, надёжная. Та женщина, на которую можно опереться в сложных ситуациях. Ещё что он думает? Думает, что вы гордая достаточно, кстати. Думает, что вы страстная, сексуальная, что иногда бываете, можете вспылить или что-то там, ну, как-то вот себя так повести не совсем адекватно, но ему это нравится наоборот. То есть ваша страсть, ваш огонь очень ему нравится. Ему нравится и то, что он с вами обретает какую-то гармонию с самим собой. Но он здесь проходит очень какой-то серьёзный опыт. Через разные энергии в ваших отношениях он проходит для того, чтобы становиться мудрее. Вы его по-разному учите здесь. Ещё. Думает о том, что вы очень сильно его изменили. Да, вы его просто... Он с вами переродился, он стал другим человеком. Он об этом думает. У него часто вообще такие мысли возникают, кстати. Ну вот, вот так. Приблизительно такое направление мыслей сейчас. Если у вас есть общие дети, то он может думать ещё и о детях ваших. А какие мысли о детях? Если дети есть. Ну, хотел бы с ними пообщаться, приехать, поговорить, потискать, там, что-нибудь вот в этом плане. Если есть общие дети. Ну, давайте теперь спросим, а что он хотел бы вам сказать? Думал это одно. Что он хотел бы вам сказать? Что вы бываете жестковатой, что вы бываете в своих решениях и словах, что вы бываете холодной, на его взгляд, что с вами порой бывает очень сложно поладить, что у вас далеко не самый лёгкий характер. Вот это он вам хочет сказать. А нравится ему это или нет? Но он даже это у вас любит. Представьте себе. Спрашиваю, нравится ему или нет, и выходит десятка кубков. Да, он принимает это у вас. И даже уважает, и ему это нравится. Я не знаю, сказала, он даже любит это у вас. То, что вы не такая женщина, над которой можно доминировать, которой можно манипулировать, которая полностью подчиняется его воле. Ему это нравится. Даже эти черты характера он вас любит. Что он ещё хотел бы вам сказать? Что вы императрица, что вы прекрасны. Вы великолепны в его глазах, привлекательны во всех отношениях, и в сексуальном, и в интеллектуальном. И просто как прекрасный человек, как красивая женщина, как мать, как хозяйка. Ну, в общем, знаете, и как женщина, которая карьеру делает. Вот кто вы есть, да, вот такой он вас и принимает. И он хочет сказать, что вы для него прекрасны. В любом случае, что он ещё хочет вам сказать, этот человек? Он понимает, что вы его судьба. И он понимает, что вы очень справедливы, и, в общем-то, практически все ваши решения и слова, они правильные. Даже если он этого не признаёт, а он может не признавать, здесь упрямый человек, и такой своенравный очень человек. А он прекрасно понимает, что все ваши поступки, как бы, и ваши слова, они справедливы. Ну, практически все, по крайней мере. Вы судите правильно, рассуждаете правильно, и вы учите вновь, тут ещё один выходит кармический аркан, вы учите его быть таким же. Вот это он хотел бы вам сказать, и он понимает прекрасно, насколько вы в его жизни важный человек. Интересно, сегодня расклад такой идёт. Так, и ещё, что хотел бы вам сказать этот человек. И что? Вот это да. Знаете, что он хотел бы вам сказать? При всём при этом. Он очень, и для него будет, конечно, очень сильным ударом, если в вашей жизни появится новый мужчина. Но он понимает, что если вы встретите нового мужчину, и этот мужчина вам даст любовь, заботу, другого, не его. Если вдруг на вашем пути жизненном встретится другой мужчина, и он вас окутает заботой, окружит, и действительно будет вас ценить и удовлетворять все ваши эмоциональные потребности, то он считает, что это справедливо, в общем-то. Потому что, вероятнее всего, он не додает вам очень многого, этот человек. Но он так считает. Понимаете? Это он так считает, но он вам никогда этого не скажет. Хотя, может быть, для кого-то и возможно из этих мужчин сказать такие слова, произнести. Он не хотел бы их произносить. Но он понимает, что если такое случится, если у вас случится расставание, вы, допустим, поставите с ним точку, и в вашей жизни появится другой мужчина, новый мужчина, это будет справедливо. Это, ну, вот он это признаёт. Вот это он хотел бы вам сказать. Вот дают. Ну, вот такой, девочки, получился у нас расклад сегодня. На сегодняшний день мысли вот такие, разнообразные, но практически все направления, мы тут много чего рассмотрели. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели расклад до конца. Как всегда, буду вам очень благодарна за лайк, за тёплый комментарий под моё видео. Если не подписаны ещё на мой канал на YouTube, подписывайтесь, а также на мои дополнительные платформы. Это ВКонтакте, Телеграм обязательно, обязательно Яндекс Дзен, Рутюб. Всех целую, люблю, мои дорогие, нежно обнимаю. Пока-пока, до следующего расклада. Субтитры сделал DimaTorzok